Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в Легенду Ивы, серия одиннадцатая, сезон второй. Мэй смотрит на дождь и кровь под ногами. Ой-ой-ой, ну я же говорила, что будет жарко. Кровь под ногами это... нехорошо. Глава одиннадцатая. Оттепель. До столицы, там, вдали, остается половина неба, снеговые облака. Ночью заглянувший с юга ветер принес с собой оттепель, сверху обрушился ледяной дождь. Белоснежные сугробы потемнев осели, на тропинках появились оспен и луж, отражающие пасмурное небо. Земля превратилась в грязь, потому встречу с зимующими в деревне неподалеку наемниками на день-два отложили. Спешить было некуда. Выдвигаться в путь, когда сверху сплошным потоком льется вода, не имело смысла. Из-за плохой погоды занятия Астакау тоже пришлось оставить, а Рай готовился к дороге. Однако совсем побездельничать у Мэй не получилось. Кацу, проведя с ней небольшую разминку, поручил выполнить несколько дыхательных упражнений. Убедившись в том, что она все делает правильно, контролировать далее не стал и ушел обсудить какие-то дела с Хонгом. В одиночестве Китсуне подожгла свечу с насечками, которые Тая отмеряла время. Измеряя ритм и частоту дыхания, девушка следила за язычком пламени, плавящим воск. Вдох ртом, надуть живот, выдох, втянуть. Закончив, она приняла показанную Синоби позу, вспомнила слова. Нужно думать о воздухе, наполняющем грудь. Он говорил, медитации помогают научиться по желанию превращаться в лесу. Главное, оставаться спокойной. Мне не о чем волноваться. Когда-нибудь освоюсь и тоже смогу по полдня сидеть, не шевелясь. Мэй глубоко вдохнула, медленно выдохнула. Я лиса, это для меня естественно. Нет никаких мыслей, они не нужны. Расслабить брови, губы. Время тянулось. Интересно, надолго дождь затянется? Девушка посмотрела на свои руки. Не лапы. Бесполезно. И как ни о чем не думать. Кадзу утверждает, переживать не надо. Такао, чтобы спровоцировать мое превращение, пытался напугать. Надеюсь, хотя бы один из них окажется прав. Поднявшись, Китсуне выглянула в окно. Ветер исхлёстывал стены дома, почти ставшим снегом дождем. Она вздохнула. У Такао я видела много книг. Вдруг есть о магии. Попросить что-нибудь почитать. Навязчиво? Пустое. Вопрос от ученицы вполне приличен. Надев шляпу, она вышла в промозглую сырость улицы. Прислушиваясь к звукам дождя за окном, хозяин постоялого двора серый ручей, господин Менебу, вздохнул, покачал головой. В который раз он задавался вопросом, за какие такие грехи ему выпало это испытание. Ответа, как прежде, не было. Громкий пьяный смех в дальнем углу зала вырвал из тягостных раздумий. Мужчина снова вздохнул. Подозрительный отряд воинов жил здесь вот уже которую неделю. Как раз трое из них шумели, переругиваясь, заливая скуку выпивкой. Остальные, вероятно, валандались по деревне, ища себе развлечения и пугая местных жителей. Либо играли в кости в общей комнате, где обычно размещались для сна другие постояльцы. Обычно, только не теперь. Проклятые головорезы. Как приехали, выгнали оттуда всех путников. С тех пор не пускают. Останавливающихся на ночлег Менебу вынуждено располагать в конюшне, что совсем не шло на пользу славной репутации постоялого двора. И этим все не ограничивалось. Чтобы не попадаться на глаза воинам, купцы и бродячие монахи старались не задерживаться в сером ручье дольше необходимого. Напиваясь каждый вечер, вооруженная компания вела себя беспокойно, искала ссоры. Так как чужаки распугали всех вокруг, и собачица стала не с кем, они дрались друг с другом. Затем мирились и снова пили. Помимо этого, скверные постояльцы все чаще бросали сальные взгляды на дочь Менебу, юную Есику, помогавшую отцу в сером ручье. Прятать девушку было поздно. Гости требовали, чтобы именно она им прислуживала. Самым пугающим был командир, человек с мерзкими маленькими глазами. Тот вроде бы и показывался мало. Заняв спальню Менебу, жил тихо, один, лишь иногда ночами зачем-то покидая деревню. Но когда главарь отряда все же выходил в общий зал, тот тоже с интересом поглядывал на Есику. И помимо похоти, таилось в его взгляде нечто настолько страшное и жуткое, что холодило все нутро. Выбора не было. Приходилось со всем этим мириться. Эй, хозяин, поди сюда. Изображая радостную улыбку, Менебу поспешил к столу. Слушаю, господин. Значит, вот что. Неси еще саке и жареную рыбу. И речку. Сейчас все будет. Это, слышь-ка? Да. Пусть дочь твоя подаст. Как угодно, господин. Она во мне аппетит будет. Компания грохнула от смеха. Хозяин постоялого двора понимал, если гости задержатся, быть беде. Возразить значило проститься с жизнью. Да и дочь от надругательств это бы не спасло. Подняв с пола небрежно брошенную монету, Менебу направился в кухню. Когда стихия отступила, Мэй проверила собранные в дорогу вещи, переоделась в подобранную Сатоши одежду. Деревню клана покинули вчетвером. Поправившийся Сатоши изъявил желание участвовать. Такао велел за вами присмотреть. Шучу, сам пройтись хочу. Вдруг говорить с кем придется. Вора и самураи только под слеповатый глухой не признает. Кто с самураями болтает? Мэй, пока магией не хватанет, слушать не станут. Да и потом, кто с женщинами откровенничает? Мэй пропустила ехидство мимо ушей. А ты вообще... Что? Синоби немилосердно закончил. Когда говорить начинаешь, у простого люда через одного поджилки трясутся. Я вежливо общаться могу. Да-да, и следом сквозит пока. Помощь вам не помешает. Прости, о чем ты с ними собрался говорить? Неважно о чем, главное как. В крайнем случае вещи ваши заберу, если помрете. Ну, спасибо, добрый человек. Кадзу дернул плечом, Ронин улыбнулся, а Мэй заметила. Жизнь неутверждающая. Цель находилась недалеко. Синоби решили двигаться пешком, не делая крюк, чтобы забрать лошадей у доверенного человека. Араи наотрез отказался оставлять Керин. Быстро стало понятно. Переубеждать Масамуны бесполезно. Сатоши покривился. Кобыла под горами не пройдет. Значит, тащится в обход, поверху. Кадзу задумался, что-то прикидывая. Затем предложил, глядя на Мэй. Можем с тобой срезать через пещеры. Внизу подождем. Полагаю, это разумно. Сатоши и Масамуны в быту проще будет. Всяко не придется считаться с присутствием девушки в компании. Вместо этого Мэй произнесла. Хорошо, так вернее. Я все еще не слишком привыкла к переходам по горным тропам. Не хочу стать причиной задержки. Значит, расходимся. Где будете ждать? Вторая развилка. Кадзу и Мэй свернули к пещере с подъемником. Лукавая. У нас запас времени есть. Покажу красивое место, если интересно. Лукавая? Почему? Потому что форму твою знаю. И что на перевалах не задержала бы. Она опустила глаза, хотя, по правде говоря, своего обмана не стыдилась. Ответила, уклоняясь от темы. Мне интересно. Да. После спуска ниндзя повел Китсуне вдоль подножия горы к западу. Бамбуковый лес, через который когда-то добирались до ее родной деревни, остался в стороне. Вскоре девушка увидела вход в другую пещеру. Они нырнули в темноту. Кадзу остановил Мэй, взяв за ладонь. Стой. Девушка услышала шорох, потом резкая чирк-чирк. Посыпались искры от огнива. Вспыхнул, разгоняя мрак факел. От входа три шага вперед, два вправо, под камнями. Он всегда тут лежит. Бываем здесь иногда. Под ноги смотри. Пещерный тоннель был расчищен. Однако на необработанном полу, потеряв осторожность, можно было легко оступиться. Стены, руки не развести в стороны. Высокие уходящие в изломы камня свод. Глянув на немного замешкавшуюся Китсуне, ниндзя произнес. Так недолго. Сколько шли, понятно не было. Однообразие она доесть не успела. Вначале потянула свежим воздухом, затем потеплела. Они свернули. Кадзу присел, пробираясь в узкую расщелину, поманив Мэй за собой. Оглянувшись, будто ища другой путь с мыслью. Не хватало только застрять. Она вздохнула про себя, последовала за Синоби. Девушка замерла. Слова застыли на изумленном вздохе. Ух ты! Кристально чистое озеро в проеме солнечного света исходило паром. На берегу, презрев зиму, раскинулась зелень. Ниндзя довольно посмотрел на Китсуне. Купаться будешь? Можно? Да, вода хорошая. Пить и годится. Тут и дрова есть. Волосы намочишь, не страшно. Высушим. Глаза мужчины насмешливо блеснули. Хочешь, чтобы я отвернулся? Он видел меня обнаженной. Но вот так просто взять и раздеться? Мэй вновь задумалась над тем, что уже какое-то время не давала ей покоя. С той ночи ни разу не... Он захотел, чтобы я осталась у него дома. Почему тогда? Так неумело все делала? Ниндзя ждал. На губах играла легкая ухмылка. Девушка довольно улыбнулась, найдя для себя компромисс. Сказала. Да, пожалуйста, отвернись. Кадзу исполнил просьбу. Она посмотрела на его спину. Чуть сместилась в сторону, встав под луч света. Отброшенная ею тень легла на стену перед Кадзу. Немного кружилась голова от того, что Мэй сама же затеяла. Тень девушки начала медленно освобождаться от одежды. Когда Китсуне развязала пояс, отметила, как пальцы мужчины сжались, напряженно выпрямились. Обнаженный темный силуэт изящно поправил волосы. Все так же не поворачиваясь, Кадзу тихо, но отчетливо произнес. Игривая, что ты делаешь? Мщу. И мстя моя будет страшна. За что, коварная? За насмешки. Ниндзя покачал головой. Мэй окунулась в озеро, громко расплескивая горячую воду. Убедившись, что пар ее достаточно скрыл, девушка заметила, что не против, если Синоби не будет ждать и тоже поплавает. Мужчина разделся, стоя к ней спиной. Китсуне разглядывала его, хоть и подозревала, даже несмотря на то, что он не видит этого, чувствует наверняка. Желистое, сухое, подтянутое тело. Мэй скользнула глазами по пояснице. Он без стеснения прошел к кромке берега. Возбужден. Она вспомнила, как удивилась ощущению того, какой он горячий. И почувствовала, дыхание становится глубже, а сердце начинает чистить. Кадзу и Мэй нежились, наслаждаясь чудом, созданным природой. Неожиданно или напротив, вполне ожидаемо, так как оба этого хотели, оказались ближе друг к другу. Объятия. Его, как всегда, смелые поцелуи. Женское колено скользнуло по внутренней стороне бедра мужчины. Он прижал ее к себе, продлевая прикосновения его и ее кожи. Мэй, немного отстраняясь, спросила. Мы так не можем опоздать? Хорошо. Подам свое запасное кимоно. Вытрясь. Не верю. Он все верно понял. Не любит, когда с ним играют. Сам дразнит. Она смутилась. Не стал давить. Почти всю дорогу Мэй украдкой проклинала себя за неудачное кокетство. Я забыла поблагодарить. Да что со мной? Кадзу. Он приподнял бровь. Спасибо. Это озеро. Место волшебное. Спасибо, что показал. Не за что нежное. Развилка дороги, у которой предстояло ждать Сатоши и Араи, оказалась вовсе не второй по счету, как ожидала Китсуне, а первой. Строго говоря, Мэй и Кадзу вышли на нее прямо из чащи. Начался дождь. Они кое-как спрятались под раскидистым деревом. Учитывая время года, отсутствие листвы, это слабо помогало. Голые ветки почти не задерживали падающие с неба крупные капли. Темнело. Мужчина обнял ее, стараясь собой хоть частично укрыть от непогоды. Прижимаясь к Синобе, Мэй чувствовала запах его мокнущей одежды, кожи. Словно все умерли, и мы одни остались в мире. Молчание. Его губы. Они разорвали поцелуй, когда полуприкрытых век коснулся проблеск яркого света. Над раскисшей землей прокатился раскат грома. Почему это вторая развилка? В окрестных деревнях так называют. Если свернуть с тракта, перед этой еще одна. Холодно. Костер разведу. Все ведь сырое. У тебя получится? Ниндзя набрал хвороста, срезал ножом верхний слой промокшей древесины. Внутри дрова оказались сухими. Вскоре низко поплыл дым. Пока льет, одежду не просушить. Ничего. Она протянула руки к огню. Согреюсь и так. Спасибо. Дорога вовсе не выглядела заброшенной, но за все время по ней никто не прошел, не проехал. Тишину нарушал лишь шелест дождя. Тем не менее, Кадзу, выйдя из круга света, внимательно поглядывал по сторонам. Кицуне хотела спросить, надо ли кого-то опасаться, разбойников или конного разъезда. Вовремя вспомнила слова о том, что всегда задает вопросы, когда волнуется. Не стану надойдать. Если бы мне стоило что-то знать, он бы предупредил. Наконец, вдалеке показались смутные тени. Затем пелена дождя раступилась, и Мэй узнала Масамона и Сатоши. Грустная, намокшая Кирин приветливо фыркнула, заметив ее. Кадзу затушил костер, быстро засыпав землей с листвой все следы стоянки. Не желая привлекать внимание, раньше времени, Арай и Кадзу ждали на краю поселения, достаточно близко, чтобы услышать крики и прийти на помощь. Разведать обстановку отправился Сатоши, взяв с собой Мэй. Ей было на пользу приобретать подобный опыт. Теперь они вдвоем, затаившись в тени, наблюдали за постоялым двором. Хонг сказал, отряд здесь, всех местных в страхе держат, двух девушек обидели, сыну плотника ногу сломали. Ливень, на месте сидят, спешить некуда, подождем. Если кто-то из них выйдет, как мы его узнаем? По оружию. Ниндзя указал на сарай, куда недавно загнали телегу торговца, оставшегося в сером ручье на ночь. Двор пуст, всего одна повозка. Караванов нет, только мелкий купец, без охраны, для него это дорого. Из дома показался мужчина. Не заметив Синоби и Китсуне, принялся набирать под навесом дрова. Сатоши быстро глянул по сторонам, убеждаясь, что поблизости больше никого нет, шепнул. Поговори с ним. О чем? О постояльцах. Как? Придумай. Вроде бы в качестве переговорщика с нами шел ты, Сатоши. Почему я должна? Мэй приблизилась к незнакомцу. Вздрогнув от неожиданности, тот обернулся на звук шагов. Госпожа? Здравствуй, господин. Ты работаешь в этом постоялом дворе? Мужчина попытался оценить, кто перед ним. Одна, промокшая, хорошо одета. На всякий случай с почтением поклонился. Я хозяин. Мое имя Менебу, госпожа. Китсуне сразу начала с важного. Скажи, гостят ли еще здесь воины? Отряд, который ищет девушку. Человек вдруг испуганно забармотал. Отряд? Я не... Не знаю, какие воины? Вскинув подбородок, Мэй убежденно пояснила. Опасные, недобрые. Такие, от которых больше проблем, чем прибыли. Которых ты боишься. Впрочем, уже ясно. Они здесь. Мэй Небу покосился на двери серого ручья, явно подумывая над тем, чтобы прекратить разговор и поскорее вернуться в зал. Мэй остановила его, подняв руку. Осанка и приподнятый подбородок добавили жесту значимости. Постой, господин. Если от них не избавиться, случится что-нибудь плохое. Рано или поздно. Ты же сам знаешь, но у нас никак не получится. Ты ведь хороший человек. Помоги мне. Не могу. Прошу прощения, я ничего не знаю, госпожа. Человек поспешил прочь, но его настиг стремительный силуэт. Стой! Ниндзя резко развернул Мэй Небу. Одной рукой зажал ему рот, одновременно прижимая затылком к стене, другой приставив к горлу нож. Будешь покладистым, не трону. Я не справилась. Теперь Сатоши сам. Как же тогда Кадзу говорит? Тихо, спокойно. Мы тут не ради тебя. Спрашиваю, ты отвечаешь. Моргни, если понял. Хозяин серого ручья моргнул. Ты чего так побледнел? Ножа испугался? Я его уберу. Синоби осторожно опустил руки, отводя оружие. Ты прости, что так. Дело важное. Вдруг бы закричал. Ты же не станешь? Мэй Небу отрицательно замотал головой. Вот и славно. Замучили тебя, наверное, твои гости. Кстати, у них отряд большой. Чтобы переговорить, компания углубилась обратно в лес. Что узнали? Узнал. Быть убедительной у Мэй не вышло. Всего одиннадцать воинов, командует некий Текеши Йоси. Кадзу вопросительно посмотрел на Ронина. Первый раз слышу. Его почти не видно. Хозяин постоялого двора отдал ему свою комнату, откуда тот выходит редко. Хотя иногда этот Йоси покидает деревню. Ночью возвращается под утро. Наведывается в соседнюю? Наверное. Однако сегодня здесь. Там, кстати, пропал третий. В ходы посмотрел. Само собой. Обижаешь. Сатоши разгреб ногой полую листву, наклонился, подобрав палочку. Начертил на земле прямомугольник. Дом. Это главный вход. Тут задний. Двери зола открылись. С улицы влетел ветер. Воины бросили на вошедших цепкие недобрые взгляды. Кого это принесло среди ночи? Самурай с женой или сестрой? Может, охранник? Припозднившиеся путники сутулились от сырости и холода. Со шляп, бросавших тени на лица, падали на пол капли. Мужчина проворчал. Ну и погода. Найдется приличное и горячее. Менебу, узнавший Мэй, заволновался. Голос стал поддрагивать. Но, похоже, привыкшие к перепуганному виду хозяина постояльцы не обратили на это внимания. С ужина осталось. Подогрею. Нет. Отправляйся на кухню и приготовь свежее. Что предпочтешь? Рамен. Это займет время. Придется поймать курицу и потом... Нет. Это долго. Соба? Пусть будет Соба. Иди же. Хорошо, хорошо, я понял. Встревоженное чутье заставило одного из наемников приглядеться к Менебу и путникам. Что такое? Догадался о чем-то? Однако воина вскоре отвлек еще один человек, появившийся в постоялом дворе. Охо-хо, ну и дыра. Как зовется эта деревня? Впрочем, не важно. Который из вас хозяин? Подожди, господин. Он на кухне. Людно сегодня, как погляжу. Ты, дед, судя по одежде, не как чиновник. Почему же один по трактам таскаешься? Еще и по ночам? Я-то чиновник. Слуга мой, дурак и пьяница. Был. В темноте оступился на горной дороге. В пропасть сверзился. Со всеми вещами. А вот вы кто такие? Совсем уважение к чину и власти потеряли. Бандиты, не иначе. Чего? Переодетый Синоби повысил голос. Точно, проходимцы. А уж я таких повидал. Вешать вас следует. Один из постояльцев скрижет ноу зубами. Тебе что, дед, жить надоело? Из соседней, отведенной для сна комнаты, послышался недовольный окрик. В чем дело? Да тут старик какой-то. Кровью напиться хочет. Зарежьте его, да заткнитесь. Не мешайте спать. Сатоши насмешливо спросил. То хоть не самый умный среди вас. Убивать-то меня нельзя. Тогда точно перевешают. Ближайший разъезд вздернет, будете ворон кормить. Стариков правду вроде бы чиновник. Может оставить? В навозную кучу и дело с концом. Двое поднялись, приблизились к ниндзя. Пшел вон. Сам напросился. Подхватив лже-старика под локти, они поволокли его к дверям. Сатоши повис, смешно поджав ноги. Куда? Куда вы меня тащите? Вшивые недоноски. А ну немедленно. Все трое скрылись на улице. Оставшись в зале, воин из отряда чувствовал, что происходит что-то нечистое. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Воин вскочил, выхватывая из ножен меч, распахнулись двери, ведущие в общую спальню. Шорох одежды, бряцанья оружия, сонные люди по пути застегивая ремни, рянулись через зал к выходу из постоялого двора. Но тут кто-то упал, на стену из разрубленного горла брызнула кровь. Его достала точная катана Масамуны. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Следующий покатился по полу тщетно, пытаясь изжать руками растеченный живот в темном углу, словно бы из ниоткуда появился Кадзу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как он там оказался? В итоге на улицу выскочил только один. Остальные быстро оценили, откуда исходит опасность. Обходя разбросанные тарелки, слаженно начали приближаться к Ронину и Синобе. Мэй уже стояла в углу за спиной Араи. Кадзу и Масамуны были собраны и спокойны. Противники их не пугали, но они точно знали, любой бой не прощал ошибок. Тяжелое мгновение, вздох жизни перед подношениями смерти, Китсуне пробежала глазами. Раз, два, те на улице, одного не хватает. Нет, командира? Наемники напали. Сразу закрутилась, зазвенела сталь, к потолку взвился крик. Пролетевшая мимо металлическая звездочка до половины вошла в переносицу Юркому, как ласка мужчине. Еще глубже вогнав ее себе в череп, он упал ничком в двух шагах от девушки. Дернувшись, Мэй сложила одеревеневшие пальцы заученным образом. Выбрала самого здорового из напавших. Ударила. Иллюзия. В настоящем бою пас получился куда хуже, чем при тренировке. Мутная тень облепила лицо воина. Что, что это? Однако метнувшись в сторону, он налетел на другого. Тот рефлекторно защитился мечом, ранив обманутого иллюзией бойца в плечо. Ох! Наемник упал, не пытаясь сражаться. Китсуне встряхнула руки. Густой кармин повсюду, ляск. Вроде бы какой-то неясный шум с улицы, перекошенные яростью лица. Она вновь применила волшебство. Промахнулась. Однако, одним врагом стало меньше. Араи переступил через скорчившееся тело. И тогда появился одиннадцатый. Ах! Подозрения Атакау и Ронина подтвердились. Отрядом командовал Они. Помещение озарилось зеленым огнем. Два светящихся бича хищно метнулись из его рук через зал. Масамуна двинулся вперед. Свистящий шелест катаны, колдовской огонь брызнул в стороны, задев кого-то из лежавших на полу наемников. Пахнуло сладко горелым. Второй магический кнут нацеливался в Кадзу. Тот поднырнул под него, кувыркнулся. Пламя, пройдя в ладони от головы Синоби, ударило в столб, оставив на нем черное пятно. Вдохновленные появлением командира, оставшиеся на ногах воины, бросались с большей свирепостью. Пронесшаяся мысль даже не вызвала удивления, исключительно обозначив факт. Не испугались его колдовства. Отряд знал, кто он. До того явно доминирующим в бою Ронину и Ниндзя теперь приходилось сложнее. Сверкнули сюрикены. Йокай отпрыгнул. В стену с глухим звоном вонзились две стальные звезды. Он пружинисто оттолкнулся, меняя направление. Пролетел мимо Араи, ловко увернувшись от его катаны. Араи, выхватывая свой клинок, едва не достал грудь Масамуны контратакой. Потому как изящно, как угрожающе красиво двигалось оружие от Акеши, любому было ясно, он не прекрасно владел не только магией. Вы кто такие? Араи шагнул влево. Синоби текуче сместился вправо. В распахнутой двери показался Сатоши. С короткого меча падали красные капли. Фальшивый чиновник быстро сообразил расклад. Дав Масамуны и Кадзу возможность сконцентрироваться на главном противнике, связал боем остальных. По-прежнему оставаясь загримированным под старика, Сатоши немало удивлял наемников своей прытью, не давая им разбежаться. Возбешенный взгляд Акеши вперился в девушку. Китсуне! Он наконец замер. Ответом Мэй стал сложенный паз. Послушник. На Они упала сова. Хлопая крыльями по лицу, птица выставила острые когти Метя в глаза. Ах! Такеши заслонился локтем, закрывая голову. Катана Араи задела Йокаю бедро. Зеленые всполохи лишь окутали ладонь, так и не превратившись в новую пламенную пледь. Вроде бы чуть замедлившиеся противники опять кинулись. Бешеная скорость происходящего достигла пика. Все произошло одновременно. Подгадывая случай вновь достать Они магией, Мэй пропустила момент, когда ослепленный и раненый в плечо воин поднялся. Сатоши видел, но находился далеко. Наемник бросил взгляд на командира и кинулся прочь, разрывая бумагу, ломая решетку окна, он вывалился на улицу. Катсуи Масамуна Сони. Он еще на ногах. Если кто-то сбежит, может рассказать, что случилось, дать описание. Опасно. Нельзя допустить этого. Китсуне выскочила в пролом в окне. Воин торопился к лошадям. Мэй заметила, как из темноты ему навстречу бежит какая-то девушка. Но только ее тут не хватало, какого хрена она вообще делает на улице. Перед тем, как начался бой, дочь хозяина Серого Ручья относила ужин приезжему купцу, устроившемуся на ночь в конюшне. Услышав шум и не желая попасть в неприятности, торговец спрятался с головой, зарывшись в кучу сена. Ессико то и дело опасливо выглядывала наружу. Помилуйте отца, пусть не коснется его зло. Красивая девочка После того, как перед домом остались только трупы и вооруженный старик зашел внутрь, она, наконец, отважилась. Толкнула створку ворот, поспешила через двор, зовя деревенских на помощь. Люди, помогите, люди! Из постоялого двора с треском, ломая окно, выскочил мужчина с мечом в руке и перекошенным от страха лицом. Она снова отчаянно крикнула «Умоляю, на помощь!» Воин в два прыжка настиг ее, замахнулся. «Заткнись, дрянь!» Мэй подхватила с земли первое, что подвернулась. Со всей силы швырнула неожиданно привычно легший в руке предмет. Полено стукнуло мужчину в спину, отвлекло. Тот на мгновение заозирался. Дочь Мэн-Эбу, глядя на занесенный меч, упала, прерывисто и судорожно всхлипывая. Сбоку возник недавний старик. Отводя удар, зло бросил. «Скройся!» Есика, не вставая ползком, попятилась обратно к конюшне. «А-а-а!» Сатоши, крутанув клинком, блокировал атаку, выбив у противника меч. Наемник неосознанно поднял руки, закрывая грудь и голову. Синобис нажимом ткнул ниже, в живот. Воин повалился, свернулся клубком, дрыгнул ногами и замер, зарывшись лицом в жидкую грязь. Китсуне отвернулась от трупа, указывая на дом спросила. «У них все в порядке?» «Не знаю. Идем». Что там? Нормально. Масамуна стоял над Они, касаясь острием катаны его горла. Он жив, остальные нет. Сомневаюсь, что сейчас кто-то из местных осмелится сюда заглянуть. Задерживаться ни к чему. Объяснения с разъездом могут доставить сложности. Бой был окончен. Через дыру в стене влетел холодный ночной воздух. Сверепый кураж из-за полосхватки постепенно отпускали. Стал ощутимее омерзительный запах смерти, идущий от тел. До этого все внимание было поглощено борьбой за жизнь друзей и свою. Теперь представшая картина воспринималась со всей полнотой. Девушка закашлялась, давя сухой позыв. Мысленно поблагодарила Катсу, отговорившего ее накануне есть. Ронин поймал взгляд Сатоши. Побудь, пожалуйста, с ней на улице. Хорошо. В зал заглянул белый, как молоко, Менебу. Задел что-то ногой, посмотрел вниз. И отшатнулся от трупа, почти лишившегося головы. В ужасе посмотрел на гостей. И этого заберите. Сатоши быстро вытолкал Менебу за двери. Мэй, давай. Что? Выйдем. На пороге она обернулась. Такеши Йоси больше не выглядел человеком. Иллюзия медленно развеивалась. Тело, лежащее на залитом кровью полу, вытянулось. Увеличилось в росте. Над маской, скрывающей лицо, появились рога. От Рейки, вселявшегося в такому году, и Гейшу Чику, его отличала кожа. Она имела не голубой, а красный оттенок. А Рай наклонился, снимая с Йокая маску. Кадзу нехорошо усмехнулся. Что, уродливый, поищем, где тебе больно. Хозяин постоялого двора направился к конюшне, неловко, словно пьяный, переставляя непослушные ноги. Сатоши отвел Мэй за угол, откуда не было видно трупы перед крыльцом. Китсуне оперлась о стену, правильным дыханием успокаивая себя. Мир вокруг поплыл, смазался. Девушка подумала, что сейчас потеряет сознание, но устояла. Сатоши придержал за плечи. Ничего, сейчас пройдет. Ты не дурно справилась. Тебя точно в Акия растили? Первые разы всегда так. Под ветерок встань, пусть обдует. Они немного поболтают, и все закончится. Отправимся домой. Китсуне выпрямилась. Спасибо, уже нормально. Обернулась на голос. Что же вы? Мэйнебу стоял, обнимая дрожащую девушку, ту самую, которую Мэй успела спасти. Хозяин постоялого двора, причитая, повторил. Что же? Что теперь будет? Что вы, нелюди, наделали? Вы виноваты. Сатоши хотел прервать мужчину. Мэй остановила ниндзя. Пусть говорит. Нам здесь еще жить. Как? Если придут их друзья. Все случилось здесь. Он просто боится. Синоби посмотрел на Мэнебу. Нет у них друзей. Никто не станет за них мстить. Если вдруг спросят, лица забудь. Остальное расскажи, как было. Уходите, прошу вас. Никто вас не тронет. Все эти убийства в моем постоялом дворе. Кто теперь здесь остановится? Сатоши утратил проявившееся дружелюбие. Так не болтай об этом. И сейчас язык попридержи, если хочешь оставшиеся зубы сберечь. Утри сопли и займись делом. Тела в навозы зарой. Или в лес перетаскай. Деревня осталась позади. На востоке начало светлеть небо. Вы разговорили этого Текеши Йоси? Масамоне собрался ответить, но обратил внимание на задумчивость Китсуне. Мэй, ты в порядке? Этот отряд был довольно опасен. Но мы справились, мы молодцы. Всего десяток бойцов и они. Что делать, если мы столкнемся с Рейки, у которого сотня воинов? Не столкнемся. Мы не станем вступать в бой с таким количеством врагов. Нужно было убить десяток воинов. Это просто, в принципе. Вот взять Они живым и расспросить куда сложнее. А Рай? Верно. Мы как надо все сделали. Синяки да царапины. Ерунда. Лезть на рожон и воевать с целой армией само собой не придется. Цель, план. Новая цель, новый план. На какое-то время опустилась тишина. Странная, со вкусом металла на губах. Злой и резкий Кадзу, необычно подвижный Сатоши, глубоко меланхоличный Масамоне и Мэй. С прилепленной годами обучения Огейш улыбкой на застывшем лице. Выслушав рассказ, Джонин задал главный вопрос. «Они поведал что-нибудь полезное?» А Рай бросил взгляд на по-прежнему молчаливого Кадзу и не поднимающую взгляд Мэй. Снова ответил сам. Такеши служил Рейке. Имени хозяина не знал. Не был достоин. Его господин приказал схватить Китсуне. Для чего? Не объяснил. Досадно. Зато он слышал о вратах. Среди Они давно ходят слухи о вратах, ведущих домой. Домой? К ним домой? Да. Мэй впервые по возвращении посмотрела на главу клана, произнесла. Да, Такао. Она помнила, как там на дороге, когда Кадзу и Араи ответили Сатоши, шевельнулись волосы на затылке. На моей руке печать от врат, ведущих в Нараку. Глава клана задумался. Запечатаны. Рейки хотят открыть. Девушка не сразу решилась задать вопрос. Что произойдет, если их открыть? Можно лишь предполагать. И? Ничего хорошего. Обитатели Нараки смогут свободно приходить к нам. Они и Рейки. Много их там? Никто не знает. Ты никого не спрашивал, когда ловил? Спрашивал. Если верить ответам, все очень плохо. Китсуна поклонилась. Такао, я буду не против, если ты разорвешь контракт. Это слишком. Дзюнин смирил ее взглядом. Это слишком опрометчивое заявление. Ниндзя клана Наиту никогда не отступали от взятого заказа. И при моей жизни не отступят. Девушка поклонилась ниже. Что ж, новости впечатляющие. Тем не менее, ничего существенно не меняется. Действуем согласно плану. Погода постепенно становилась теплее. Жизнь в клане шла своим чередом. С каждым днем Мэй знакомилась с ней лучше. Были в этом месте затерянном в горах какие-то непостижимые идиллии и своеобразная гармония, которые невозможно было не почувствовать. От рассвета до глубокой ночи Синоби почти постоянно трудились. Одни вели хозяйство, подготавливали снаряжение, занимались кухней, шили одежду. Другие тренировались, бегали, отрабатывали навыки боя и скрытности, выполняли непонятные девушке упражнения или отправлялись в большой мир закрывать контракты. Кого-то из жителей Кюцуне видела раз или два, с кем-то встречалась периодически. Сазуми, которая не покидала деревню и почти не выходила из дома, встретилась лишь однажды. Мельком. Куноити только поздоровалась и, отведя глаза, свернула в сторону. Немало времени Мэй проводила с Чонганом. Старик часто угощал девушку чем-нибудь вкусным и следил за ее здоровьем. Обрабатывая ссадины и синяки, получаемые на уроках, помогая сладить с частыми головными болями, невозможно бронила ее учителей. Химми, приносившая девушке еду, тоже порой составляла компанию за обедом и рассказывала какие-то истории о местных йокаях. Хонг с Сатоши исчезали регулярно. Первый собирал для клана информацию и дома бывал редко. Второй куда чаще, иногда давая возможность Кицуне поупражняться в гримировке. А еще Мэй общалась с Кацу, все сильнее привыкая к нему и его присутствию рядом, неспешно, аккуратно узнавая синоби. Постоянные изнурительные уроки и усталость отнимали любые желания, кроме сна. Благо мужчину словно бы это вовсе не беспокоило. Основное же время, как и прежде, было посвящено тренировкам. Сперва будто несерьезные, занятия с Кацу постепенно становились тяжелее. Синоби не только обучал медитации и давал советы в подборе техники боя, он задавал вопросы, словно невзначай короткими рубленными фразами заставлял задумываться, вспоминать и переосмысливать совершенно разные вещи. Порой у моей ночами не могла уснуть, терзаясь поисками ответов. Ниндзя умел слушать, как никто. Иногда казалось, Китсуне говорит сама с собой. Девушка не заметила, как почему-то начала рассказывать о своем прошлом. О том, как ее забрали из деревни Ичиро, как наказывали в школе и как бывало весело с наставницей. О разном. Однажды их разговор вскользь коснулся ночи превращения, но лишь краем и очень бегло. Необычные беседы или монологи, дыхательные практики влияли на Мэй особенным образом. Она осознала, что события, которые раньше отзывались в ней печально, беспокойством, стали менее яркими и воспринимались легче. Однако погружение в себя порой отнимало больше сил, чем работа с магией и бой. На уроках с оружием девушка теперь ощущала себя куда спокойнее и свободнее. Преображение в лесу и обратно сдвинулись с мертвой точки. И так изо дня в день, снова и снова. Такао, колдовство, масамоны, нагрузки тела. Кадзо объединяет это, помогая духу найти свой путь. Бой, танец, магия. Медитации и снова. Раз за разом. До результата. Пролетел остаток зимы. Наступила весна. И время отправляться в столицу на праздник красоты. Было интересно. Но, ребят, самое интересное у нас только впереди, в следующем сезоне. Они отправятся в столицу. Уж не знаю, какие опасности ее там будут подстерегать. На моменте, когда они сражались с Сони, когда он выпустил свои зеленые вот эти вот кнуты, я уже подумала, что это тот самый, ради которого живет Араи. Но, к счастью, это оказалось не так. В общем, ребят, большое вам спасибо за просмотр. Ждите следующую серию, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех люблю. Всем пока. Пока.